Друзья, всем привет! Сегодня тестируем систему R9 и сравниваем ее с Crossfire. Я даже не успел доснять обзор пока еще на сам приемник, прошивку и так далее. Какой бред вообще мастерит F-R-Sky со всем этим барахлом? Inverted, не inverted, то есть многих это смущает. Я как человек, немножко понимающий в этом, я понимаю, что, например, S-Bus всегда инвертирован, оригинальный. При этом они потом пишут inverted S-Bus, что означает, они инвертируют инвертированный, то есть получают неинвертированный сигнал. А потом люди думают, а почему у меня нифига не работает? Хотят написать, что инвертирован, а потом не инвертируют. Зачем? Зачем они это делают? Я не понимаю. Ну ладно. Суть в том, что вот здесь вот у меня лежит сейчас приемник Crossfire. Сверху вот здесь вот запихан приемничек, который R9MM. Антенки выведены вот сюда. От Crossfire антенки я пока вытащил отсюда и положил вот вдоль верхней крышечки, поскольку приемник сейчас будет полностью отключен. При антенке от R9MM они сейчас вот сюда, я их просто нормально сейчас запихаю по-хорошему, и они будут вот здесь торчать. То есть в двух случаях у нас антенна будет в абсолютно одинаковом положении. Диполь будет согнут под углом, я не знаю, 170 градусов, что ли, типа такого. Ну то есть очень узко будут собраны палочки. При этом все проверим, насколько работает. Тестировать будем на 25 милливатт. 25 милливатт это достаточно, чтобы покрыть расстояние, я думаю, чуть больше километра. Вот здесь как раз в ту сторону вплоть до, ну до двух километров можно будет улететь, если прямо еще будет идеальная связь. Но я на самом деле очень сильно сомневаюсь. Во-первых, антенны стоят не очень оптимально, во-вторых, ну как камон, ребята. 25 милливатт на R9, мне кажется, далеко он так не улетит. Так, катаны, сейчас я проверил все, вроде все четко работает, подключал аппаратуру, коптер возвращается, то есть с этим все, никаких проблем нет. Давай сейчас отойдем, посмотрим, как висит, я еще раз покажу. Несмотря на то, что спутников только 7 и GPS закреплен на верхней крышечке коптера, он вполне себе будет нормально сейчас висеть. Норм он. В общем, коптер висит, как видно, чуть-чуть колбасит, ветер сегодня у нас довольно нещадный, почему-то он вверх чуть летит. Но, в общем, суть такова, что спутники держат, хорошо висит, летим сейчас в ту сторону, а потом посмотрим. Давайте посмотрим, насколько мы сможем улететь на 25 милливатт. Кстати, антенну буду держать вот так все время, чтобы антенны сзади коптера были приблизительно в нашу сторону направлены, и чтобы эта антенна с той была согласована более-менее четко. Сейчас летим и полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья! Не могу сказать, что это впечатляет. 1,4, что-то там, ну, почти 1,5 километров было дистанции, сигнал потерялся полностью, причем теряться начал уже с метров 500. Как видно, сейчас мы летим 540 метров от нас домой, и RSSi от 5 до 10 скачет, то есть очень плохо он слышит нас, очень слабый сигнал. Высота 146 метров, я пока начну снижаться потихонечку. А, здесь, наверное, нельзя снижаться, поскольку летим домой. Ну, в общем, не знаю. Плохо. Не могу сказать, что это, типа, безумно круто, безумно стабильный линк. Как видно, здесь у нас открытая абсолютно площадь. Вот эти деревни можно не считать, поскольку летело достаточно низко. Не знаю. Сейчас попробуем Crossfire, но мне кажется, что разница там слегка все-таки будет, несмотря на то, что он чуть-чуть дорожный. Так, еще раз давайте покажу, как это все устроено. Вот антенки от Crossfire, они лежали наверху. Вот антенки от R9. Они были спрятаны вот в этих палочках. Сейчас я собираюсь, значит, перепаять GPS на 6-й UART, вернуть Crossfire на 1-й, потому что сейчас приемник подключен на 6-й UART. Давайте аккуратно потянем. Да, нормально. Вот здесь я снял термоусадку, чтобы антенна могла гнуть в верхнюю сторону, и вот так вот я и запихал в эти палочки. В принципе, нормально отработал. Сейчас ее можно отсюда полностью убрать, поскольку на этом коптере будет ставить все так же Crossfire, а этот приемник пойдет уже на другую модель. Теперь стоит у нас Crossfire. Он настроен, вот если здесь вам видно, не видно, 25 милливатт, ничего переключаться не будет, естественно, просто долетим туда. Я попытаюсь, опять же, поймать файлосейф. На 25 милливатт, я думаю, и на Crossfire будет ненамного дальше, но, может быть, чуть-чуть все-таки дальше будет, но, в любом случае, по крайней мере, связь будет стабильнее. Это я вам точно гарантирую. Даже на 25 милливатт Crossfire так легко файлосейф не свалит. Давайте попробуем проверить, как работает удержание позиции. Переключаем удержание. Поднимаем газульку. Нормалек висит. Против солнышка, надеюсь, вам хоть что-то видно, но полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте я попробую сейчас снять очки. Надеюсь, что он там... Во, я здесь. Три километра практически, 2,8 километра. Я, причем, еще достаточно высоко пришлось подняться, потому что ушли в гору достаточно высоко. Я думал, полетим еще дальше, может быть, 3-3,5 километра осилим. Но, как видно, сейчас он уже летит обратно. Но, в целом, сейчас он вообще там, ну, то есть, улетел почти на 2,9, по-моему, почти на 3, короче, километра. В полтора, в два раза дальше бьет Crossfire на мощности, как видно. Ну, вот он то подключается, то отключается. 25 милливатт. Но тут как бы ничего не добавить. Вот я сейчас вот так вот поставлю, например, антенну. 97, 99, 94 сигнал. Сейчас 6.30, да? Время 6.31. Ну, то есть, если поискать позицию, можно было бы еще дальше улететь. Тут, ну, вот, 77, 85. Вот как-то вот так, наверное. Ну, не суть. Он, короче, летит пока в сторону дома. К чему это все, друзья? Во-первых, антенна правильно решает, во-вторых, протокол. Мало ли что там вещает вам с телека. Хорошая система стоит дорого. И это надо прям понимать, что хороший продукт стоит дорого. Поэтому Crossfire не просто так стоит, там, на 20-30% дороже. Кроме того, на европашинку на F-Sky, например, мощность ограничена всего 500 милливаттами. Ну, то есть, 250 на Crossfire за те же деньги или R9 за 500 милливатт, ну, за примерно те же деньги. Да, по скидкам можно было дешевле, но в реальности он бьет в два раза примерно меньше. Ну, а если вы не по скидке берете, то я вообще смысла не вижу его брать. Ждем, пока прилетит. Так, друзья, и теперь уж совсем дикий тест. Просто, ну, чтобы вот прям вот вообще повернуть всех в шок. На Crossfire я повесил сейчас антенну от Eversky. Пошлось повесить через ад переходник. Но, тем не менее, вроде как все работает. Сейчас попробуем улететь на ней, посмотрим, насколько будет плавать сигнал. Все так же 25 милливатт, ничего не поменялось. На Коптере все так же стоит Crossfire в той же самой комбинации, как и стоял до этого. Давайте пульдем опять туда же. Парни, я походу тут что-то не понимаю, но... Вот мы сейчас на расстоянии 2,3 километра перед горой. Поднимаемся потихоньку вверх. Я лечу сейчас на антенне от Eversky. И сигнал почти не падает ниже 90, 96, 92. Он лучше, чем Stedipolin, который мой старенький. Обалденно. Ну, летим дальше, летим, пока сигнал не пропадет. Сейчас я поднимаюсь на высоту примерно 400-450 метров. И погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Парни, вот мы сейчас возвращаемся. Было почти 4 километра. И сейчас 99, 88, 95. Что-то такое. Время, кстати, у нас полетное 6.15. 25 милливатт. Все так же 25 милливатт, я не знаю. На самом деле, хорошая антенна. Оказывается, если она работает вот так вот на кроссе, то почему R9 словил... На самом деле, сейчас вот если бы я покрутил еще антенну, может быть, чуть выше поднялся метров на 15, 20, 30. Сигнал, как видно на обратном пути, он 100% практически все время. Поэтому, если я захотел бы, можно было еще полнуть дальше. Но поскольку уже случился первый ФЛЦФ, я просто позволил ему вернуться. Ну, я, по идее, я думаю, километров 6-7 можно было бы вытянуть на вот такой связке. Но уж ладно, пусть уж летит домой, а там уже разберемся. Да, друзья, мы успели. Пришли выйти до того, как он прилетел. Ну, к чему это все, друзья? Не ведитесь на маркетинг. Все хорошо, прыгать дешево. Он все-таки бьет далеко. 25 милливатт, полтора километра, все равно хорошо. Но учитывайте то, что если вы реально хотите дальняк, дальнобойные аппараты, там, на далекие расстояния, вам нужно будет что-то делать с антеннами. В первую очередь. Во вторую очередь, надо будет их правильно подставить. И в третью очередь, надо будет... Вот и все. Вот так обстоит ситуация. На данный момент, к сожалению, как бы там они не прегламировались, у них немножко не хватает функционала. Вот такой вот был рейндж-тест на 25 милливатт. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео, заглядьте в описание. Если прям вот очень много народу будет за то, что мы протестировали еще R9M на нормальных антеннах, можно прокрутить, например, кроссфайровскую антенну. Правда, нужны будут адаптеры. Потому что они взят, поставили RPSM. Я не знаю зачем. А в остальном вот так вот. На этом все. Пока.